Государства, а точнее люди, из которых складывается машина госаппарата, похоже, боятся искусственного интеллекта больше, чем простые смертные. И их можно понять. Мы все больше узнаем о способностях искусственного интеллекта, которые создатели в него не закладывали и о которых до сих пор даже не догадывались, что делает новую технологию все менее предсказуемой, а значит и трудноконтролируемой, особенно для государств. В новом исследовании инженеры нейросетей вместе с психологами выяснили, что современные языковые модели типа GPT могут понимать и учитывать эмоции собеседника. То есть вы можете манипулировать машиной и, что удивительно, добиваться лучшего результата, чем если бы вы вели себя как сухарь. Тестировали ученые самые разные большие языковые модели. GPT, Vicuna, Bloom, Lama 2. У всех был прирост производительности, если перед ними ставили не просто задачу, а давили на эмоции, типа решение этого вопроса очень важно для моей карьеры, пожалуйста. В одном из самых сложных на сегодня общепринятых тестов для искусственного интеллекта BigBench эффективность вырастала более чем в два раза. Никто этого не закладывал в алгоритмы, с которыми мы теперь говорим. Они создавались как математические автоматы для предсказания с помощью статистики, какие слова за какими лучше ставить. Никто не проектировал в них и другую способность, недавно открытую, строить собственные пространственно-временные представления о мире. Эпоха Возрождения и Урюпинск — это для них больше не лишенные особого смысла разрозненные записи в гигантских массивах данных. Как показывает другое, новое исследование, в интеллектуальных системах вроде GPT возникает то, что исследователи называют моделью мира — структурированное кодирование пространства и времени. То есть машина учитывает, что из Петербурга в Москву за пару часов пешком не добраться, а Николу Теслу там сегодня не встретить, да и не подерется он с Илоном Маском, даже имея такое желание. Для нас очевидно, но машина тут как инопланетянин-клон, которого сделали вчера и загрузили массу информации о Земле, что к чему он понимать не может, потому что никогда не жил среди нас, и все же он начинает ориентироваться, раскладывать что-то по полочкам. Болтающие умные алгоритмы, большие языковые модели ориентируются в пространстве и времени, имея в своем распоряжении только тексты. Такая способность у них вовсе не предполагалась, потому что даже не закладывалась при создании, она просто возникает, и мы узнаем об этом постфактум, когда исследователи интересуются, а что ты еще такое можешь, умная машина? Искусственный интеллект меняется стремительно, но еще быстрее он меняет то, во что проникает. Журнал Science в статье, вышедшей на днях, пишет о тихой революции в метеорологии. За несколько минут на недорогом ноутбуке новая нейросеть может предсказать погоду на 10 дней вперед с той же точностью, или даже лучше, чем традиционные алгоритмы, которыми мы пользовались последние десятилетия на суперкомпьютерах. Еще полгода назад я объяснял в одном из роликов на канале, почему мы все еще не можем предсказывать землетрясения, и вот исследователи из университета Техаса проводят испытания в Китае системы искусственного интеллекта, которая предсказала около 70% подземных толчков за неделю до того, как они случились. Сейчас предсказывают стихи, а потом предсказывают движение фондовых рынков, общественные волнения, теракты, ограбления, брошенный мимо урны мусор. В другом, тоже новом исследовании математики из MIT решает задачу, похожую на эти. Они разработали универсальный подход, чтобы нейросети могли находить места в системе, где скоро произойдет поломка, и сразу возможное решение проблемы. От энергоснабжения городов до управления воздушным трафиком, любые системы. И вот так стремительное развитие искусственного интеллекта ускоряет перемены. А государственные аппараты не любят перемен, тем более быстрых. Ученые показали одну из первых нейросетей, которая проектирует роботов с нуля за счет моментальной эволюции. Природе понадобились миллиарды лет на то, чтобы у организмов развились ноги или их первые прототипы. Нейросеть же справилась за 26 секунд, и хватило ей скромного ноутбука. Машине поставили задачу текстом. Нужно сделать робота, способного ходить по плоской поверхности. Алгоритм стартовал с простого куска гибкого материала. В симуляции кирпич не мог передвигаться. Нейросеть внесла правки, добавила мышц, области, где материал расширяется и сжимается. Блок шевелился, но все еще не ходил. И так снова и снова, пока И не нашел форму, которая задачу решала. Три ноги с условными мышцами. Робот-ходок готов. Форма не очевидная, но эффективная. Простейшая мелочь, на которой ушли миллиарды лет у природы, мы преодолеваем теперь за 26 секунд. И вот в перемены, ускоряемые новыми возможностями искусственного интеллекта, вкладываются технологические гиганты с огромными ресурсами. Для этого не объединяет усилия. Крупнейший в мире производитель электроники Foxconn вместе с крупнейшим в мире производителем чипов, на которых работает сегодня большинство нейросетей, по сути монополистом в этой области NVIDIA, начинает строительство фабрик искусственного интеллекта из полинских дата-центров, где будут обучаться создаваемые другими техногигантами нейросети. Это означает многократное ускорение развития ИИ и взрывной рост индустрии. Она сейчас в бутылочном горлышке, потому что технологии нужны всем, она идет во все сферы, даже самые консервативные, и начинает их стремительно менять. Буквально сегодня глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что новые регистрации в чат GPT временно не принимаются. Это все равно, что банк перестал бы брать деньги на счета. За экспансии ИИ не поспевают даже вычислительные мощности IT-гигантов. Стоит ли удивляться, что не успевают и государства? Политики и чиновники, от решений которых зависят судьбы и жизни миллиардов людей, оказываются в ситуации, похожей на ту, что была с пандемией. Вместо вируса, которому не прикажешь, технология, которой не скомандуешь, как тому поезду из анекдота, стой раз-два. Набирают обороты процессы, которые меняют жизни миллиардов людей, но политики и чиновники над этими процессами не имеют той власти, какой они привыкли за последние десятилетия. Вот уже первые исследования показывают, что больше половины жителей Евросоюза поддерживают идею сократить количество членов своих парламентов, а решение принимать стоит позволить искусственному интеллекту. Авторы связывают это с падением доверия у людей во многих странах к правительствам, которые показали себя неповоротливыми, беспомощными и даже просто бесполезными, на их взгляд, во время пандемии. Поэтому государства, их политические и бюрократические машины, судя по небывалой активности, о которой я расскажу дальше, пытаются спешно делать то, что они понимают лучше всего. Показать, кто в доме хозяин, пока не стало слишком поздно. Они идут в наступление, вводят правила игры с ИИ огнем, чтобы преследовать тех, кто их нарушает, и делать самим то, что не позволено теперь остальным. Другими словами, государства пытаются контролировать технологии искусственного интеллекта и в то же время использовать их, чтобы усилить себя. Учитывая стремительно растущие возможности ИИ, это может означать трансформацию самих государств до такой силы, что нам, вероятно, придется переосмыслять заново, что такое вообще государство. И нужно ли оно в прежнем виде в дивном новом мире? А ведь первые фундаментальные перемены уже происходят, просто они остаются в тени неувядающих страшилок про замену людей на роботов и зарождение разума у машин. Вот про это, к сожалению, незамеченное я и расскажу во второй части ролика. На днях в Financial Times вышла колонка с неожиданным заголовком. Европе и США не выиграть гонку в технологиях искусственного интеллекта, отказываясь от талантов. Казалось бы, они уже не первый год привлекают тысячу лучших умов со всего мира, поддерживая в менее привлекательных регионах утечку мозгов. Что же случилось? Речь идет о том, что запустил еще Трамп в 2018 году так называемой «Китайской инициативой» — это программа по борьбе с экономическим шпионажем. Ее мишенями стали в основном выходцы из Китая, которые работают в американских университетах. Байден программу закрыл, но республиканцы постоянно хотят ее перезапустить. Более трети всех специалистов по машинам обучения и дата-сайенс, которые работают в топовых компаниях и институтах в индустрии — китайские бакалавры. И вот автор колонки говорит, что с таким подходом можно лишиться столь нужного притока талантов, который питал технологические индустрии Запада многие годы. Это парадокс развития искусственного интеллекта. Для него нужно все больше интеллекта естественного, и шпиономания тут не помощник, помогут только дата-сайентисты. Именно они разрабатывают и обучают нейросети и искусственный интеллект. За профи идет борьба все более ожесточенная, а и гонка только стартует. Для новичков она может начаться уже в этом ноябре на курсе от онлайн-школы Skill Factory Data Science с нуля до про. Курс разрабатывали практики из индустрии вместе с академиком РАН Алексеем Семеновым, известным математиком, профессором МГУ. Самое крутое, что 80% курса — это практика на проектах реальных заказчиков, которые затем пойдут в портфолио. Вы точно получите знания, а главное — навыки и опыт, которые так ценят работодатели, и уже с девятого месяца обучения сможете претендовать на позицию джуниор-специалиста. Карьерный центр Skill Factory поможет подготовиться к собеседованию и найти хорошую работу, а если после обучения вы не найдете работу, вам вернут деньги, что подтверждает договор компании. Весь ноябрь в Skill Factory действует черная пятница. Это идеальное время, чтобы начать обучение и приобрести курс Data Scientist 0 до PRO со скидкой 60% по промокоду SIWAN60. И самое главное — вы можете начать обучение уже сейчас, а платить через 3 месяца. Записавшись в ноябре, вы сможете поучаствовать в командном проекте с призовым фондом, который войдет в ваше портфолио и даст шанс выиграть деньги. Так что переходите по ссылке в описании, активируйте промокод SIWAN60 и регистрируйтесь на курс 60% скидкой. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Искусственный интеллект уже проникает в основы основ государственных систем — судебный ветвь власти. В Бразилии более половины судов сейчас используют системы на базе искусственного интеллекта в своей работе. Не от хорошей жизни. Они пытаются справиться с коллапсом судебной машины. Страна занимает первое место в мире по количеству исков. Их на рассмотрение в прошлом году было 82 миллиона. В этом еще больше. Это означает, что каждый судья должен без сна и выходных рассматривать по 17 штук в сутки. Конечно, это невозможно. Так что тяжбы растягиваются на годы. Искусственный интеллект же здесь служит чернорабочим, который без остановок перелопачивает тонны цифровых документов заработников судов и выдает результат, с которым уже и работают люди. Но вот пару недель назад стало известно о первом контракте, заключенном между двумя юристами-ботами, которые принадлежат юридическим фирмам. Две системы между собой без человека вели переговоры от начала пустой страницы в Ворде до финального драфта документа. Сами составляли текст, правили, согласовывали между собой эти правки, пока все пункты и формулировки не устроили обе стороны. И договор был заключен. Подписывали, правда, пока еще реальные люди. Они же проверили, все ли в порядке. Но 80% рабочего времени корпоративных юристов, по данным крупнейших юрфирм, это длинные циклы. Вычетка документов, внесение правок и переписка с другой стороной. Снова вычетка и так по кругу, снова и снова. Все это может теперь делать машина, услуги которой стоят во много раз дешевле, чем живого специалиста. И вот бизнес, который хочет делать больше за меньшие издержки, чтобы зарабатывать больше, делает шаг, на который государство пока не решается. Бизнес подошел вплотную к тому, чтобы исключить из цепочки ключевых операций человека и его такой ненадежный, дорогостоящий и ограниченный в возможностях человеческий фактор. Разве не этого мы ждем от судов, беспристрастного решения, которое не зависит от настроения, личных симпатий, интересов, интеллектуальных способностей и моральных качеств человека в мантии с молотком? Разве мы не хотим судью, перед которым все люди равны? Оказывается, не всегда. Например, именно человеческие слабости суда могут дать вам шанс на более выгодное для вас решение. В американском штате Виргиния внедрили систему, которая автоматически оценивает, насколько вероятно, что подсудимый совершит преступление снова. Недавнее исследование показывает, что судьи стали более жестко наказывать тех, кого система определила как менее надежного человека. Правда, это все равно не снизило количество рецидивов, но тут главное другое. Алгоритм больше проблем с законом предсказывал молодым людям, а судьи им как раз выносили более мягкие вердикты. Люди давали людям второй шанс. Даст ли его неумолимый и бескровный искусственный интеллект? Это один из самых частых аргументов в пользу того, что человек должен определять судьбу других людей. Такой нельзя делегировать роботам. Но что если судам не доверяет больше половины страны? Какой выбор? Оставить все как есть и пусть на 10 решений за взятки или по звонку или по настроению приходится пара профессиональных и взвешенных? Или мы попробуем с помощью ИИ получить 10 профессиональных решений и пару бездушно жестких? Только один из четверых россиян считает, что в стране суды работают правильно. Почти половина вовсе не ждет справедливых решений. Это данные опроса Фонда общественного мнения и Федеральной службы охраны за 2020 год, то есть результаты, полученные государственными структурами. Возможно, выбор между человеком-судьей и роботом-судьей встает острее там, где человеку доверия уже меньше, чем роботу. И если в государствах с высоким доверием к традиционным судам у искусственного интеллекта меньше шансов начать принимать решения по делам, то в других, где все запущено и просвета не видно со справедливыми вердиктами, это может оказаться последней надеждой починить судебную систему. Я говорю про надежду, потому что мы не знаем, как такая перестройка, переход на ИИ-системы, целой ветви власти, скажется на остальных частях государства. Как с ИИ-судьей будет работать исполнительная ветвь? Чиновники и полицейские? Толку от безупречных судей, если до суда реальные преступники не добираются. Так вот, с исполнительной властью мы тоже имеем первый практический опыт. Большой эксперимент запустили в начале десятых годов китайские власти, которые давно выстраивают на разных уровнях целые цифровые системы контроля за процессами в государстве, не только в обществе. Ведь на госслужбе сейчас по разным оценкам около 60 миллионов человек, то есть китайских чиновников почти столько же, сколько всего людей живет, например, в Британии. Логично, что чем дальше от Пекина по цепочке принятия решений, тем сложнее отслеживать, что происходит на местах. А творится там много того, что мешает государству быть сильным, что в столице не может не беспокоить, когда это порождает уже системные последствия. Кумовство, когда своему человечку как не породить, взятки большие и малые, да и просто очковтирательство докладывают одно, а на деле другое. Как управлять-то нормально, если хочешь сильную армию, низкую преступность, высокий экономический рост? И вот Китайская Академия Наук получает запрос от Компартии. Помогите. Ученым дает доступ к 150 закрытым базам данных, которые курируют внутренняя служба партии, которая должна следить за чиновниками, чтобы те слишком не наглели. Эти базы между собой связаны. Там информация по чиновникам, кто где работает, о чем отчитывается, когда уволился, куда устроился, кого повысили, что купили, продали, какие решения принимал человек, различные операции, транзакции, документы. И все это на разных уровнях, от центрального до местного. Исследователи разработали систему под названием «нулевое доверие». Это означает «не доверяй, а проверяй». Она получает доступ ко всем базам данных и находит связи между различными людьми через других людей, события, решения, транзакции. Это не искусственный интеллект в нынешнем понимании, тогда еще не было тех нейросетей, что появились лишь в последний год-два, но результата ученые добились впечатляющего и с таким, более классическим алгоритмом анализа данных. Он учитывал даже то, что чиновники могут и будут подтасовывать данные, которые отправляют в столицу, ведь они же и есть источник данных для центральной власти. Алгоритм использовал разные базы данных и разбирал косвенные показатели, что позволяло находить нестыковки, что только больше привлекало внимание к подозреваемому в махинации к чиновнику. И вот система начала обнаруживать, когда у госслужащего или его родственников или знакомых друзей не по рангу стала появляться недвижимость или большие деньги на счетах. Но это был лишь сигнал алгоритму. Присмотреться к чиновнику и оценить вероятность, что он коррумпирован. Если значение превышало критическую отметку, ну все, человек сейчас продаст душу за взятку. С ним связывались уже люди и просили охладить пыл. И вот это ключевой момент. Система должна не ловить чиновника, всех не присажаешь, а останавливать их от того, чтобы пришлось потом его сажать. Ведь это нагрузка на остальных. Полицейским ловить, прокурорам ввести дела, судам рассматривать, в тюрьмах содержать в конце концов. Всех не расстреляешь. А чиновников, я напомню, в Китае с целую Британию. Так вот, эксперимент проходил в 30 районах страны, то есть охватывал всего менее 1% всех административных структур Китая. Выбрали именно те, что дальше всего от Пекина и куда сложнее всего доехать ревизором. Так вот, за несколько лет работы система выявила почти 9 тысяч нарушителей. К 2020 году систему прикрыли почти везде, где вводили. Чиновники, по словам ученых, жаловались начальству на чрезвычайный прессинг. Да еще и сетывали, как же опасно алгоритмам давать доступ к информации о государственной важности. Ай-яй-яй. Кого-то, кто отстоял бы проект в Пекине, пока не нашлось. Его, скорее всего, уже не внедрят по всей стране, хотя разработчики стали добавлять и возможности нейросетей в последние годы. Но что если ИИ будет не ревизором, а чиновником? Беспристрастным, без родственников, шкурных интересов, карьерных амбиций. Только задача, которая прописана в его полномочиях. Какую работу делает средний чиновник, человек бумаг инструкций, по сути, винтик в государственной машине, какую не смогла бы сделать даже средние руки нейросети типа GPT-3,5? Для меня это вопрос риторический, а для вас? Ну и остается самое трудное для проникновения искусственного интеллекта ветвь власти. Законодательное. Там политика. Там борьба за интересы разных экономических, социальных, политических групп. Все они разные по размерам, влиянию и должны в идеале балансироваться через систему выборов законных представителей. Кто побеждает на выборах, у того больше возможностей проводить законы. При этом остальные защищены неизменными законами типа Конституции и международными конвенциями. Но это крайне упрощенная схема. Это понятно. Так вот, как бы искусственный интеллект мог представить интересы разных групп людей из одного общества? Как он бы убеждал других ИИ-депутатов, что надо больше выделить денег на стипендии для талантливых студентов? Ну хорошо, допустим, убедил бы. Но что если в обществе много тех, кто хотят запретить ЛГБТ-организации, и это прямо противоречит интересам представителей ЛГБТ? Чей ИИ-депутат должен победить, раз уж мы создаем справедливое ИИ-государство равных возможностей и прав? И тут снова и снова повторяющийся аргумент тех, кто считает, что только люди могут понимать людей и решать вопросы надо по-человечески. Ведь мы такие мастера взаимопонимания, переговоров и творческих решений. Но тут стоит вспомнить, что в реальном государстве, пожалуй, любом, баланс интересов далек от идеального. Есть те, у кого больше ресурсов и власти, они-то и будут иметь больше возможностей подчинить своей воле остальных. Например, не сдерживаемые ничем силовики могут требовать больше себе полномочий, право без решения суда вторгаться в жилище за счет от разбирательств на случай убийства при исполнении, право изымать личное авто или даже заводить собственные военизированные силы с танками и прочей бронетехникой. Вопрос лишь, в какой степени более сильная группа влияния может позволить себе без последствий преследовать свои интересы. И кто больше всех заплатит за то, что они так заботятся о себе? Не они же, в конце концов. И вот здесь возражение, как и с судами. Если существующая система и так едва ли работает, депутаты и так не представляют что-то кроме своих интересов или интересов своих групп влияния, то что мы остальное общество теряем, делая ставку на и парламент? Я понимаю, как все это безумно и далеко от практики звучит, но ведь рано или поздно, если система не сбалансирована, в ней наступает кризис в любой системе. Этот кризис может ее разрушить и на ее месте иногда приходится строить что-то совершенно новое. Возможно, сейчас самое время подумать о том, как не возиться с устаревшими инструментами строительства государств, которые себя не оправдали за несколько столетий, а переизобрести эти инструменты, переизобрести, может быть, даже сами государства с учетом того, что мы подошли к рубежу, когда появляется альтернативный нашему интеллект, которому мы все больше можем доверить то, что прежде доверяли только людям. Где-то вождение авто, где-то проведение операции на сердце или мозге, а где-то и государственное управление. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Вдруг что-то нащупаем. Друзья, спасибо, что даете возможность не только думать о подобном, но и делиться с другими. Спасибо за вашу поддержку на Патреоне, Бусти и здесь на Ютубе. Особая благодарность. Павел Новиков, Петр Кандауров, Александр Корысткин, Андрей Полевой, Адибагер, Павел Дунаев, Антон Польгунов, Павел Борский, Хапчинск, Алена Мацюкова, Олег Жинь, Ренат Бальбеков, Максим Менделев, Владимир Емщиков, Василиса Версус, Евгений Балахнин, Конор Левич, Павел Валентов, 137 число вселенной, Владимир Подгорный, Алексей Шевелев, Серега, Павел Петриковский, Александр Аха, Станислав Чернин, Роман Бородуля, Дмитрий Шаховцов, Виталий Ребенко, Леонар Хуснулин, Фимбо-музыкальный инструмент, Азазель, Екатерина Храпова и Филиппикс. Спасибо и тем, кто поддерживает лайком и комментарием. Это тоже очень приятно. С вами был Влад, мирного нам неба и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok